Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, каких новых вестернских лошадок, а вернее масти завезли на Юрвик, что нам хочет поручить Джош, а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! К нам завезли три новые масти, одна из которых находится на ранчо Старщина. Это прекрасный американский пентхорс, и господи, какая она! Он просто шикарно выполненный лошадь, масть, даже просто слов мне никаких нет. Я видела спойлеры этих лошадок, но когда они по итогу вышли, у меня просто зъёкнуло в сердечки. Я поняла, что я хочу эту лошадку, но не знаю на какой аккаунт, возможно на основу, но у меня и так два пентхорса. Я очень люблю пентхорсов, хотя их у меня всего сколько? Наверное, три с учетом мангика. Эта вариация масти просто безумная, милая, няшная, молочная, нежная, я не знаю как еще сказать. Она мне очень сильно понравилась, давайте мы её рассмотрим поближе. У неё не однотонная грива, она имеет и цветную прядь на чёлке, и градиент по всей длине, очень классные переходы, плюс ещё у неё хлыстик, это вам называется, или ремень, полоска по спине, идёт, которая переходит в цветную прядь на хвосте. На ножках имеются очень широкие три полоски, да, лошадка смотрит, они есть на всех ножках, но за счёт того, что у неё одна нога белая, этой отметины не видно. Вот, знаете, она мне вроде как и не сильно бросается в глаза, но вот исполнение этих полосок меня как раз смущает. Во всём остальном, во всём остальном, это очень красивейшая лошадка с пятнышками на моське, ну, просто шикарно, с такими красивыми коричневыми глазками. Я прям, ой, я прям не знаю, я прям влюбилась, но это не единственная лошадка, которая покорила моё сердце в этом обновлении, так что давайте оседлаем нашу лошадку на данный момент и отправимся в Фиргроу. В Фиргроу завели аж две масти мустангов, одна краша другой, давайте мы на них посмотрим. Это безумно красивые масти, даже были показаны или найдены, где-то я видела фотографии настоящей такой дикой лошади, дикого мустанга, и он был просто прекрасен. Я подумала, неужели вот этот красавчик появится в игре, и вот он появился, очень красивый. Мне он нравится больше всего из тех мустангов. Теперь это один из двух, наверное, или даже трёх мустангов, которые покорили моё сердечко. Особенно вот с супер лохматой стрижкой, но он смотрится очень хорошо с любой прической. Мне, кстати, нравится, что у него одна косичка, вот такая вот, как будто бы даже плетённая из бисера, за счёт того, что у него там одна чёрная прядочка попадается, очень интересно смотрится. С шишечками тоже довольно красиво. Почему я смотрю всегда спортивные прически практически на лобовых лошадях, я прикидываю, в какой спорт их можно взять. Мустанг всё-таки не для выездки, но я их бы брала постоянно в конкур или конные пробеги, так что там подойдёт либо корышечка, либо шишечки, если нету только свободного ограничения по прическам. Ой, ну очень красиво, давайте даже вот с шишками посмотрим на него вот так, а нет, с корышечкой. Ну очень красивый, он, знаете, он просто прекрасен, тёмный хвост с белым кончиком, очень красиво выполнены. Грива давайте сделаем родную, а то ничего не понятно. Чёрная с белой серединкой, я так понимаю, у него там, по-моему, пятно как раз-таки на шее. Да-да-да, вот где как раз белое пятнышко у него на шее начинается, там у нас и, собственно, белая часть гривы и растёт. Белые ножки, одинаковые копытца, есть следы, я не понимаю, то ли это следы от когда-то шрамчиков, укусов, я не знаю, но очень интересно. Он в яблоко, но при этом он и поламина, или как называется такая пегость, я всё никак не запомню. И у него ещё полосатая шея вот в этой зоне, очень интересно. Глазки, ой, ну боже мой, какой ты красивый. Глазки у нас одинаковые, коричневые, больше никаких отметин на мордашке нету. Она у нас целиком и полностью ворона есть, только отметина на лбу. Очень тоже такая симпатичная, неровненькая. Ну просто, ну красивый шеложатка, я прям не могу. Ещё вот этот мне вот теперь стал ещё больше нравиться после появления того серебристого. Так, теперь смотрим. У нас есть ещё вот такой вот караковый. Это же караковый, а то после изучения и анализа караковых и бурых у меня уже крыша едет. Если честно, ребят, я извиняюсь, но вот всех вот таких вот я буду всё равно продолжать называть караковыми. Делайте со мной что хотите. Там такие мелкие различия, где есть на шее, где нетры на шее. Вроде бы караковые это и те, кто именно ворона. Ворона вот с такими подпаленными. Ну, сложно мне это всё осознать, так что извините, пожалуйста, но терпите моё невежество в этом плане. Вот, очень красивый. Впервые влюбилась в гигантский фонарь на мордочке. Потом мне ещё нравятся, какие у него гольфики, носочки. Наверное, это всё-таки что-то среднее между гольфиками и носочками. Гольфики всё-таки, наверное. Тоже у нас хвост, такой красивый. Кстати, да, я только что осознала, что у них хвосты по цветовой гамме одинаковые. Только в случае с тем мустангом у нас, даже сейчас покажу, у нас хвостик ярко выраженный переход. То есть как будто бы из двух составных частей он состоит, хвостик-то. А вот здесь градиент начинается чуть повыше, и он не такой сильный, то есть очень плавненький. В общем, очень красивая лошадка. Вы просто посмотрите на этот фонарь, на всю моську, голубые глазки. Мне нравится, что глазки остались тёмными. То есть как бы сама мордашка белая, но глазки, вот контур глаз, они решили оставить тёмным. И это, знаете, очень красиво смотрится, как будто лошадка с подводочкой. Будем-будем, мой розовый носик ещё. Ну вы что за чудо? Ну красота неимоверная. Я прям не могу. Это обновление явно заставит меня купить кого-нибудь из новых мустангов. Может быть, всё-таки от нового пейнт-хорса. Это у нас по счёту, кстати, у нас теперь очень много мустангов. Давайте посчитаем. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать или двенадцать у нас мастей мустангов. И это ого-го, как много. Надеюсь, когда-нибудь их будет ещё больше, потому что количество мастей на лошадей в мире бесконечность не предел. Но то, какие выпускают масти вот сейчас, вот в данный момент, вот именно в это время, мне очень сильно нравится. Хотя грива, конечно, мне кажется, сильно выделяется по оттенку от тела, но всё равно очень красивая лошадка. Так что одобряем, советуем к покупочке. Напишите, кого вы уже купили. Я уверена, вы уже купили. А если не купили, напишите обязательно, кого вы планируете купить. Я лично в растерянности. Я не знаю, кого я буду покупать, но что-то очень сильно появилось желание. А мы тем временем продолжаем обзор этого обновления. Делаю время и потехи тоже время. Джо ждёт нас на ранчо-старщайной, чтобы ещё больше погрузить нас в атмосферу ранчо. Так что давайте посмотрим, что он нам приготовил. Привет, Дарья. Хочешь узнать, каково живётся на ранчо? Конечно, хотим. Лишние руки нам всегда нужны, поэтому что чуть отвернёшься и уже всё наперекосяк. Тут самое лучшее решение – ежедневный обход, чтобы, как говорится, не запускать. Проверишь, как дела – возьмём тебя в работнице ранчо. Удачи! У нас теперь появились ежедневные задания. Каждый раз они будут отличаться. И, точнее, они, вернее, каждый день в одном из разных мест поранчо будут ожидать разные испытания. Задания меняются каждый день, а в сумме их 12. Вдоль забора валяется мусор. Сейчас уберём. Вот сегодня задание у нас по сбору мусора. И загон для гонок. Нужно будет ещё проверить овец, лошадок и костёр. Интересно, какой костёр имеется в виду? Тот, что на холме стоит? В общем, давайте сейчас быстренько всё это сделаем, быстренько выполним. И посмотрим, какие вообще награды нам за это задание дадут. Будет ли это опыт лошади? Будет ли это просто количество некое шиллингов? Репутация? Ну вот, если честно, репутации вообще ни копейки не хочется. У нас и так в игрушке её очень много хватает. Кстати, все локации в порядке очереди. То есть по достижению одного задания вам показывается следующее задание. Мы отправляемся проведать овечек. И, кстати, в одном из обновлений нам добавили возможность сюсюкаться с некоторыми животными. Так, одной овцы не хватает. Давай её поищем, западная. Благо нам показывают, кстати, куда делась потерявшаяся овечечка. Давайте её найдём и приведём. Я надеюсь, ты пойдёшь за нами? Или... Аааа, ой, это хорошая механика. Её не надо направлять. Нужно просто ехать рядом с ней. И это очень хорошо. Это очень упрощает жизнь в этом плане. Потому что ведение овцы требует серьёзного контроля. Всё, мы отвели овечек. Следующее. Вот, кстати, ослик нам тут встаёт. Сразу показывают своим видом, что мы можем подойти его погладить. И разработчики, да боже, что мы, добавьте ещё с того дня, как добавили раньше старчане с этими осликами. Молю вас, добавьте в продажу осликов. Уж больно они хорошие. На них можно и не... Им может и не надо кататься. Дайте просто их в конюшеньку разных мастей разных видов. Так, теперь нам нужно проверить вот этот загон. Так, видимо, что-то с лошадкой. Надо её посмотреть. Эта лошадка явно мечтает, чтобы её как следует расчесали. Ага, мы теперь можем даже такую оценку на глаз сделать. Ну что ж, ну очень даже хорошо. Давай её... Мы её причешем. Неважно как, мы это сделали. Следующее задание. Это костёр, который находится за ранчо Старчайна на холме. Недалеко от, наверное, танцпола, да. Хотела сказать, от дискотеки, но нет. Здесь у нас вестернские танцы. Вестернский танцпол. Так, вот он, костёр. Сейчас, небось, попросят наложить в него дров. Или что-то в этом духе. А, нет. Привет, как делишки? Привет, отлично. Эх, хорошо всё-таки сидеть у костра. Только вот такая штука без дров костра не выйдет. А дров тут как раз и нет. Жечь дрова все любят, а вот за запасом один я слежу. Порядком раздражает, между прочим. Сможешь принести дров из поленица? А потом подъезжай к загону для гонок. Буду ждать тебя там. Ну, я вот как знала, что сейчас нас попросят принести дрова. Вот чуйка у меня такая была. Дрова закончились, сейчас принесём ещё из поленицы. Да у вас там под этими скамеечками, скажем так, целая куча дров лежит. Их там не было. Я точно помню, что их там не было. Там запасов ещё много. Ну, ладно, пополнять так пополнять. Так, пополним. Ага, это, видимо, просто глюк такой. По идее, их тут быть не должно было бы под одной скамейкой. Так, всё, мы выполнили задание. Теперь возвращаемся к Джошу. И надеемся на какой-нибудь презентик от него. Я у тебя в долгу, Дарья. С радостью посвящаю тебя в работнице ранчо, старчайно. Захочешь ещё потрудиться? Заезжай. Доброй дороги. Всё, у нас появились теперь ежедневные задания. Нам дали 5 шиллингов и базово 10 опыта персонажа. Хочешь помочь с работой на ранчо? Всегда пожалуйста. Проверь, всё ли в порядке на ранчо. Нам дают опыт... ...персонажу? Красотища, мне пора на урок танцев. У нас ведь скоро творческий вечер. Не волнуйся, закончишь быстро западное и устать толком не успеет. То есть, я правильно понимаю, что теперь нам ежедневно за выполнение вот этих заданий можно будет прокачивать своего персонажа по 10 очков репутации для персонажа? Нет, я не спорю. 10 опыта это очень мало. Но сам факт, нам дают ежедневные задания с возможностью прокачки персонажа. Здесь всё у нас хорошо. Давайте проверяем теперь здесь. Нет, мне просто интересно, это глюк какой-то или это действительно так? Это очень неожиданно и щедро, наверное, можно сказать. Вот, кстати, у нас есть одно задание, которое находится вне территории раньше Старщайна, маршрут по лесу. Нужно отъехать недалеко от туннеля в сторону Мистфола. И здесь нам засчитают задания или нужно прям дорогу проехать? А, нам нужно убрать веточку с тропинки. Она, видимо, упала. Прямо на дороге куча веток, надо убрать. Ну, всё, всё. А, там ещё впереди есть. Хорошо, мы их убираем. А-та-та-та-та-та. Я из-за ветки не увидела. Всё, мы всё выполнили. Так что давайте вернёмся на раньше Старщайна. И, опять же, получим нашу награду. Я не разглядела. По-моему, это задание ежедневное. Оно не бесконечное. Поэтому сейчас мы узнаем точно, что-то как у нас будет по опыту. Прямного благодарен. Да, нам ежедневно будет давать за выполнение этого задания 5 шиллингов и 10 опыта персонажа. Ну что ж, это очень приятный бонус. Вот так вот потихонечку-потихонечку игроки, которые невысокого уровня, которым буквально чуть-чуть не хватает до следующего уровня, смогут прокачиваться, элементарно выполняя здесь задания. Но меня возмущает, что за такую работу 5 шиллингов это что-то как-то очень мало. Мы продолжаем обзор этого обновления, ведь оно не заканчивается. В магазин были добавлены новые сеты. Один из которых называется Сет авантюристки, а второй Изумрудной шотландки. Очень странное название. Или даже Трисса это нам добавили. Нет, два. Давайте мы их посмотрим. Значит, в первом у нас вот такие вот бежевые сапоги, перчатки, шляпа и чёрная майка, чёрные брюки. Сочетаются они, пожалуй, только с ремешком. А на лошадь это будет вот тоже такое вот странное сочетание бежевого с чёрным. Добавили, кстати, два вида вальтрапов. Один из которых должен вот этот вот подходить всем лошадям, даже старичкам. А второй только более новым. Вот такой вот первый сет. Давай покрасуемся. Достаточно симпатичный. Я, конечно, не люблю такие выцветшие оттенки бежевые, даже, вот сказать, пыльные. Но в целом неплохо. Очень даже бинты нравятся с этой вот липучкой бежевенькой. Второй сет как раз-таки изумрудной шотландки. Смотрим на него. Тоже они оба вестернские. Вот тут, кстати, мне очень нравится оттенок кожи седла. Он включает в себя немножечко другие сапожки, юбку. И вот такую вот странную футболку. Кстати, такая футболка, по-моему, раньше была, если мне не изменяет память. Уж что-то сильно она мне напоминает былое старое ССО. Было, было что-то такое, причем очень популярным. Или, может быть, я путаю? Но мне кажется, нет. Мне кажется, они просто взяли какую-то старую модельку и обновили ее. Ну, возможно, у меня уже бред в голове со всеми этими поколениями за столько лет игры в ССО. Вот такой вот, в общем, сет изумрудной шотландки. Кстати, на юбочке у нас висит ремешочек. Просто ремешочек-брелочек или это чехольчик, как будто бы для телефона, не знаю. В общем, смотрится, в принципе, вполне неплохо. Я думаю, такие сеты обязательно найдут отклик в ваших сердцах по вкусу. Может быть, вы давно ждали такой зеленый клетчатый вальтрап. Или что-то такого же коричневого шоколадного цвета. Ну, а на следующей неделе духовные наездницы собираются вместе и готовятся к битве. Также на следующей неделе ожидайте от разработчиков календарь на август. Предположительно, к нам приедут фризы. Ну, а на этом все. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео! Субтитры подогнал «Симон»!